Песня Отец Небесный, благослови нас на сей занятиях. Господи, открой нам ум наш к уразумению Писания Твоих. Помоги нам понять толкование, Господи, и исполни все, что Ты нам заповедовал. Тебе слава за все, Отец Святой Дух. Аминь. Евангелие Атриана, глава 21, с 1 по 8 стихи. После того опять явился Иисус ученикам в Своем Приморе Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Камы Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр услышал, что это Господь, опоясался одеждою, ибо Он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Толкованием словами, Иисус явился, евангелист выражает ту мысль, что если бы Он не захотел и по снисхождению не явил сам себя, то при нетленном теле и не был бы видим. Для чего Он упомянул о месте в море Тибериадском? Для того, чтобы показать, что они не боялись уже иудеев так, как прежде, но большой страх отвергли. Они уже не сидели запершись, но выходили из дома, на что прежде не осмеливались, и ходили повсюду так, что дошли и до Тибериады, которая не на малом расстоянии Терусалима. Это море в Галилее. Ученики ловили рыбу, ибо не имели чем бы другим заняться. Сам Иисус не постоянно находился с ними, дух еще не был им дарован, и учительство не было им поручено окончательно. Посему они и принялись за свое прежнее ремесло. Петр, будучи весьма деятелен, не может оставаться в праздности, но с горячностью стремится к делу, а прочие следуют за ним, потому что они уже не разлучались друг от друга. И явившись к ним, когда они трудились и утомились, он не тотчас обнаружит себя, а сначала хочет вступить в разговор с ними. Как бы желая купить у них что-нибудь, спрашивают дети, нет ли у вас чего-нибудь съестного. Когда же они отозвались, что нет, и по его приказанию, закинув сеть по правую сторону лодки, получили улов, тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Здесь мы опять находим указания особенностей в учениках. Иоанн был прорицательнее, а Петр пламеннее. Поэтому Иоанн первый узнал Господа, а Петр первый поспешил к нему. Опоясавший себя, Петр выразил почтение к Иисусу, а бросившись в море, выказал свою любовь, ибо он не удержался, как прочие, но пустился в платье, хотя они были от берега на расстоянии около двухсот локтей. Так как Петр, занимаясь ловлю, был наг, то он опоясывается одеждой из уважения, ибо это означает опоясанием, и первый спешит к Господу. Событие настоящее немалое, но важное, потому что и много рыбы поймано, потом и сеть не порвалась. Вот если бы по следующим днём, а вот совет бы сейчас, наверное, навалился на них. Это общее озеро. Сначала приватизируйте его, а потом сети забрасывайте. И сейчас бы за каждого тут карася поймали, 250 рублей. Тут бы по-другому было написано, но эта организация очень нужная, хорошая, ещё не забрели тех, кто не хочет физически работать. Просто потребнадзор здесь нет, и гигиена не соблюдается. Ну, как же так? Кто тебе бюллетень будет давать-то? Голый. А он опоясался, дальше по поясу, не было у него ничего. Значит, он не отделён был от природы. Значит, от природы не был отделён. Вот вы сегодня цыган, в пример, приводили, что по снегу ходят и не болеют. То же самое. А зачем это подробно писать так? Ничего это не даёт. И забросили сеть. Сеть не бросается, а ставится. Что это было такое? Это всё-таки был небод. Небод, значит, был. Вон небод называется сетью. Видишь как? То есть, тогда никого не было. Озеро ходило, и ничего не поймало. Твоё дело, другой день поймал. Никто ничего не говорил. А сейчас так. Вот, чтобы здесь посмотреть, что вода не вытекает. На Камагорихе. Значит, несколько миллионов рублей надо. Они приедут целый месяц и будут сидеть с чаником или со стаканом. Выйдет вода или не выйдет? А то, может, осетёр заплыл где-нибудь, а мы поймали. А он принадлежит не нам, а правительству Российской Федерации. То есть, паразитов не было. Пенсии не было. Работал, продавал. Ничего нету, помирал. Считаем, мы Василия Великого ежедневно накрывали на стол. В среднем три тысячи человек. Тысячи, вообрази, это сколько столов было. Ежедневно кормили. Бесплатно. Почему? А ничего не было. Патриарх Геннадий говорит, ты лёг спать. И слышишь, под окном и кто-то кричит. Ой, 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 исходящего ещё нету. Кто это? А то ты днём его не увидел. С крыши лежит вода, под него подтекает. Есть нечего. И ты лежишь спокойно. Ну, беги, хоть в окно ему выбрось кусочек. Ничего не было. Вот эта социальная защита, сегодня дают пенсии, тогда и не было. Даже удивительно, как это так. Вот, вообрази, тебе ни рубля не дают. Что это от тебя будет? Да тут у тебя огородик есть, там бычки подрастают. А в городе-то ничего этого нету. Ни грибов не собрать, ни продать. Если какой-то шустрый, он ещё что-то поймает. Щебака какого-то. Грухлого. Ну, тогда больше и деревень было. Вот мы разобрали. Сегодняшним дням неприменимо. А по тем временам, давайте духовно так, бояться стали меньше. Почему? Срок показал, их никто не находит. Да и не, но в счёт ещё не поставили. Слышали, этот шаман-то идёт? Да. Он уже вроде не идёт. Или идёт ещё. Который Путина хотел. Из Якутска, где-то там, на севере, вышел один шаман. Бубин колотит где-то. Решил за два года пешком с тележкой дойти до Кремля. И там начать так делать, чтобы демона выгнать. Какого демона? Путина. Из Кремля выгнать. И дорога едет, и к нему присоединились. Один не работает, другой уже 12 человек. Апостолы настоящие. Ну и он полгода шёл до Иркутска. Прошёл 2000 километров. Ну, легли спать, всё нормально. А он ничего не знает совершенно. Легли спать и вдруг. Перед утром ярко вспыхнул свет. У них там уже с собой таборок маленький-то где-то. Человек 40 в масках. Ворвали с палатку, его лицо на землю, руки назад, быстренько в машину. Увы, эти пока вылазили с палаток, никого нету. Тихо. А его куда? В дурдом. В дурдом. Ну, мне интересно, что его звать Александр. Это не смущально, я думаю так. Почему? Выпустили американский хороший фильм, называется «Антихрист». Вот как триста до года будет, будут ловить людей. И Атихристом звать Александр. Вот на меня нападают, которые из четырёх, три Александра. Один Виктор. Вот. Что это? Я не знаю. Ну, теперь. Митинг в Улан-Удэ. Три-трое суток, люди с площади не уходят, кричат. Долой полиции. Генерал идёт, а она у него интервью берёт. А он её не трогает, потому что за ней снимают. Убрать мэра города. Дальше убрать губернатора. Ну, и начали все активисты кричать. И вдруг, бац, полиция приехала. Всех, которые кричали, шумели. Мгновенно, показано, всё, заснято. В автобус, автобус ушёл. Эти опять стоят безголовые. Ты не знаю, что дальше-то делают. А Путин-то... Парази паспире, лохтеросейцы. Путина избрали. У него большой процент. Ты найдёшь эти миллионы людей, чтобы они поднялись. И вы не имеете права трогать. Его избрал народ. Вот, да там подделали доказать. Надо, что подделали. Кабыш от Александра. Кабыш. Якут самый настоящий, видно. Я не знаю, как отличить кота от казаха. Но примерно такая же пизаномия у него всё. И он, у него целая программа, как изгонять. Видел бубен, кричать, выходи, сатана. Потому что он от тёмной силы. Он свои последователи объясняет. Ну, а тут теперь его взяли. Обработали. Статья. Там до пяти лет. А почему? Организация экстремистского общества. Он за собой потратил. Экстремистское общество. А он, я не... Статья. Так, тихо себя будешь нести. Молчок. Так, мы тебя отпускаем. Они мигом его в Якутск отправили самолётами дать. У него сестра к сестре на день отпустили. Но нигде не влазь. Вокруг дома охрана. Никто не подойдёт. И он теперь выходит и говорит, меня арестовали. Всё это по закону. Они не нарушили закон. Даша. Меня хорошо накормили. Меня не били. Они не нарушили закон. И пока он говорил маленький импирю, шесть раз сказал, что они не нарушили закон. То есть они ему уже плюнку вложили в рот. И он сидит только. Ну, а мои-то друзья-то. Я им наказал идти дальше. Они дали кускать какой-то ходят. Шабаш. На все стороны. Интересно. К Путина изгонять пошёл. Не тебе счета поднимались, а добавили. Там сколько они навалили добра. А Путин на своём месте. Мы вот дорогой ехали, рассуждали. Вот ты хотел бы смеять Путина? Николай первый начал говорить. Кручина. А мне хватает. Вот дали сейчас мне билет. Этот паспорт. Мы проехали Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Грецию. Прошли Турцию. Меня никто не трогает. Мы везде останавливаемся. Ищем центральные библиотеки. Выступаем перед людьми. У нас сытые обутые. Посты соблюдаем. Моримся каждый день. Семикратно. Нам нисколько не мешает Путин. А тебе я говорю точно так же. Зав. Ну, убери другого. Ну, кто к нам придёт? Он на мозге встанет свои, что ли? Вот похода тоже сказать. Скажи. По поводу вчерашнего? Да. Ну, я просто хотел сказать, как бы, народу мало. Для молодёжи, для будущей. Вчера просто инцидент произошёл такой один. Я пас коров, вот, смотрю на новое зале, там, за бугром. Дым. Сначала мне показалось, как будто, знаете, когда техника горит. И вот такой сильный. Потом смотрю в другом месте. Ну, понял, что поджигают копёшки. Вот. Что я могу сделать? Я просто запомнил время. Во сколько? Пол четвёртого было. Там, 25 на 4. Ну, думаю, если вдруг разборки какие будут. Милиция там. Чтобы... То есть, пока панику не навожу. Просто пасу, смотрю. Где-то в течение часа я добрался до первого мостика, коров туда гнал. Едет милицейская машина. А точнее, просто машина едет, выходит полицейский. Как раз тот, который с меня брал объяснение в мамонку по поводу рыбы. Вот. И отчихвостил меня, в общем. Как будто я тут это, что-то решаю. Я сейчас не говорю дальше. Скажи, при чём он пасёт коров? Корова неворованная. Пришёл милиционер, полицейский. Я отчихвостил нашего брата. Догадайся, за что? Смотри, первый офис за мной, а второй. Это немножко не полностью. То есть, он знает, что я потеряю. Естественно, он знает. Что не просто так рассуду. Не просто так, что кем он пьяный. Нет, потому что я потеряю всё. Чего-то шиворот надо брать. Ну, как вы думаете, что он сделал? Потому что не обратился в полицию. Как? Потому что не сказал, что там где-то дым видел. Ну, это одна версия. Потому что я не сказал, что где-то там дым видел. Ну, дальше ещё какое-то. Не сказал, он и не обязан говорить. Он и не знает, что там за дым. Пасёшь, небось, на Корченской территории? Ну, не один не знает. Нет, он говорит, пасёт на Корченской территории. Нет, нет. Нет? Ну, так он бы разузнался. А при чём-то по-весельски-то? Там есть глава администрации. То есть он остановился, узнал меня, естественно, что спросил человека там одного. И у нас развязался разговор, завязался, и вот он мне вот это всё выложил. И я просто подумал, думаю, молчать, посоветовался. Думаю, я не могу молчать. Как не молчать? Мы в деревне живём, тем более. Ну, а какого человека, я спрошу? Про человека неважно. Ну, так неважно, может, это как-то садовиняется. Ну, просто я могу сейчас дальше рассказать, не называя фамилии, неважно. Вот. Один человек. Потеряешься. Потеряешься, естественно. Увидел дым, позвонил. Вот. Это я говорю для того, чтобы для будущих, для молодёжи и вообще для всех, что нельзя поднимать панику раньше времени. Ну, вот я увидел, ну, дальше что? Ну, дым там где-то за бугром. Ну, ну, если вот я увидел бы огонь, что вот уже идёт конкретно, я вижу, что мы уже... Да вчера ветер-то какой сильный был. Ты пока будешь думать, так уже всё снесёт. Мам, ну, ничего. Ветер-то вчера какой был? За бугром. За бугром где-то там. Ну, вот там он за бугром. Ты даже не можешь сказать, что там делать. А что там за бугром-то? Ты кто видел? А бой не видел, только ты видел. Да. Первое, первое, что нужно, если есть время, езжай, посмотри. Езжай, посмотри, если нет. Вот. То есть это представители органов власти. И вот в другой стране бы, в Америке, ещё какой-то штраф бы взяли за ложный вызов. Он приехал туда, прикиньте, с Мамонтова. Машинёшка, смотрю, прям на ладом дышит. Какой за сапет? Суббота. Скорее всего, семейный человек. Наверное, может, ему домой надо было, никак. Естественно, какое его состояние? Это я говорю про то, что какой авторитет у нас у потеряевки здесь? Ну, кто это может быть? Дураки или кто здесь живёт? Кто позвонил? Да. Ну, я приблизительно догадалась. Ну, вот и всё. Он поехал сначала по Рабашайской, потом к этому человеку. Он говорит, там всё опахали. Всё там, ну, там 6 метров. То ли там даже люди стояли, то ли что. И прикинь, вот этот вот человек поехал, то есть, а кто ему будет за бензин платить? 57 километров. Ну, кто? Ну, кто? Пушков позвонил. Вот и всё. А в Америке кто вызвать? Ну, кто заплатит. Вызвать 5 тысяч долларов. Нельзя так делать. То есть, ты разберись. Ты, по крайней мере, позвони старости. Позвони, пусть старости ещё там другому, брату, третьему. Вот раз за линией горело, батюшка на машину, на велосипеде поехал узнать. Правильно. Вот я взяла 5-литровую бутылку воды и поехала. Меня снимает, а я тушу. Ну, даже так, если ты хочешь отличиться, ты там поедь с бутылкой, проверь там. Так, пизда, это нельзя же. Сейчас есть телефоны, да, позвонить несложно, но так нельзя делать. Всё, а теперь какое вот, скажи, тут придурки живут здесь или как? В школе не учился. В школе-то говорили, мальчишка один играл, на покойство он кричит, волки, волки, а я сейчас спасён. Прибежали раз-два, а третий раз волки пришли, он кричит, уже никто не пошёл. Почему? Потому что балуются. Рот закрой. Удивительно, конечно. Никогда нет звания, ещё жим дядя. Так вы сказали ему. Ну, что сказали? Ну, я поговорил с ним как смог, ну, что сказали? Вот он поехал теперь к этому человеку. Нет, этому человеку-то сказать надо. Этого человека я не вижу здесь. На службе был утром? Ну, был, я бы здесь бы сказал, но что-то, надеюсь, про глаз рассказывал. Ну, а он ему позвонил полицейский? Полицейский поехал на машине, я ему объяснил через деревню, говорю, вон, увидишь, комбайн, машину, говорю, они там. Всё, он поехал туда. Не знаю, чем дальше было. Барабаш, с Барабашом он не встречался, но Барабаш говорит, я уже устал, всё, я уже не могу, уже вот это вот. Его уже лихоманил, то есть, видимость. Есть такая поговорка, говорит, толстая чрева и рождает тонкие мысли. Не, ну, он правильно, он проявил бдительность. Нельзя туда звонить. Ну, надо же проверить. Бдительность это когда? А ветер, бдительность чего? Страшно. В 12 с постели поднялся, проснулся, бдительность, увидал дым и не понял. Бдительность, надо позвонить, там, говорю, там, барабашу кому-то из нас, и что, вот, пока вот на местном уровне. И нельзя никогда кипиш поднимать раньше времени. Зачем? Ну, все не будешь поднимать. В другой раз будет настоящий пожар, они не приедут. Ну, вот что-нибудь. Конечно. Мы работали в ази-сход, и вот здесь вот так зарыжка с ним загорелась. Я стал смотреть, гляжу, во втором месте вспыхнуло третье, я гляжу по рядам, бдительность, сильный идёт. Что это такое? Гляжу в четвёртом месте, а первая забегает. Солом, может быть, ничего больше не было. Чтобы подряд вот так вот загоралось, и видно, что отдельными, это, умышленно кто-то делает. А как раз об этом и говорим. Мы забросили на право, и Бог мыслей дарил. Нет, зачем вот махнуть? Ну, поделал. А вчера такой ветер был сильный. Я говорю, так вот, что пойдёт, ничего не поможешь. Только на молитву вставайте сразу все. Страшно вчера было. Такой ветер, документы не успеешь вытащить. В бане хранить. А куда вы бежали? Где? В бане. В бане? В бане. В тайге, кто живёт, у них в бане за 150 метров от дома. И самое основное, они всё время там хранят. Так если пойдёт, оно всё палом. Если. А может быть, вперёд в баню когда идёт? Иконы берите, выходите все с иконами. Барновые горят когда-то, всё сгорело. Пошли дальше. Дальше. Девятый. Не дай Бог. Девятый, четырнадцатый стихи. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нём лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Пётр пошёл и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при такой множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берёт хлеб и даёт им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своём из мёртвых. Толкование. Угли, рыба и хлеб, которые видят теперь ученики, составляют также чудо. Ибо Он столько человек напитал ими не из готового вещества, как прежде, в пустыне, питью хлебами. Иоанна 6, глава 9, 12. И двумя рыбами, но просто из ничего. Видя, что образ его не изменился и исполнен поразительного величия, они сильно изумились. Желали бы, по крайней мере, об этом спросить, но страх в сознании, что это был не иной кто, а именно Он, удерживали их от вопросов. И они лишь вкушали то, что Он для них сотворил. Как же сотворил? С полнотою властью, ибо Он уже не взирает на небо и не призывает Отца, ибо это делалось тогда из снисхождения. Повелевает принести рыбы, ими пойми, для того, чтобы показать, что видимое ими не было призраком. Здесь не говорится, чтобы Он ел с ними, а Лука говорит, что Он вместе и ел. Лука 24, 30-й, 33-й стихи. Как Он ел, мы не можем объяснить, ибо это происходило необыкновенным образом. Не потому, что у природы Его нуждалось ясно, но это было делом снисхождения для доказательства воскресения. Евангелист говорит, это уже в третий раз явился. И сим показывает, что Он обращался с ними не постоянно и не так, как прежде. Понимая это, пожалуй, и в созерцательном смысле, когда преобладала тьма идолослужения, тогда была ночь. Пророки, трудившиеся тогда до явления Христа-Солнца, не поймали ничего. Хотя они, по-видимому, имели в своем неводе один народ израильский. Но как и Он часто впадал в идолослужения, то, можно сказать, они ничего не поймали. Когда же воссияло утром солнце правды и распростерта сеть апостольская, учение поистине правое, в сравнении с которым закон и пророки представляются левую стороной. Тогда не вот этот вытаскивается и ко Христу приводятся не одни язычники, но израильтяне. Ибо когда войдет полнота язычников, тогда Израиль спасется. Римлянам 11, 25, 26. Повеление «Придите, обедайте» служит намеком на то, что святые после трудов своих получают успокоение, довольство и наслаждение. Ибо все, что тогда не совершалось, не говорилось, исполнено таинственности. Например, то, что Мария почла его за садовника, по-видимому, просто, но всем есть и нечто сокровенное. Ибо он действительно был истинный делатель сада. В саду гроба, как бы в раю, исправляющий женский род и обольстившую первого садовника Адама, обращающий от обмана и неверия. Ибо обращение Марии и учение воскресения указывает на то, что женский род обращается и возводится к совершенству. Возводится к совершенству когда? После Христа, в смысле, или как? Совершенство в одном. Пошли на проповедь. Все, больше ничего. Ни в семейной жизни, нигде. Учить не позволяют, а Павел уже пишет. И муж, глава. А кому легче спасаться? Конечно, женщины. Недостаток. Любой муж рядом. А он-то, подчиняется у него глава Христосу, ему нужно иметь связь полную. И он не знает, Господи, я молился, а ничего не открыто. Я не знаю, правильно поступил, неправильно. Мужу намного труднее сориентироваться. А люди думают, о, хорошо, мужчина, он ничего не отвечает. Он за себя и за него отвечает. Я посчитал. Мы за лента, здесь вот поймали, 900 карасей за 15 рублей. В среднем по 60. Но первое льда дня, мы как раз по 150, по 60, скажи, первое льда дня, если среднее взять. А там, говорится, забросили сядь, а тут говорит про невод, невод. Ну, посчитай, невод. Седь. Седь, Аги, почему? А? Седь. Седь. Проспала. Запрямь. Полок. Держи. Сядь. Сядь, невод, апостольский невод, люди все... А, ну что, про это, в толковании, что ли? Сейчас надо найти, сейчас. Светлая исполнена заповеляет принести... Два раза повторять невод. Для того, чтобы, скажи, что ли, чтобы он делал... Седь. Светлая исполнена заповеляет принятие пустыни Петюр. Вот выделили мне слова, это уже в третий раз, просто они их пониже. Пониже? Имели в своем неводе один народ израильский. Вот так. А в предыдущих забросили сеть. Я и говорил, сеть, он называет... В своем неводе, вот, да. Нашел? Да, да, вот, в толковании. Да. В толковании невод. Ну, потому что это уже толкование, он понял, что как сеть невод. А сеть его как-то вытащишь? Вот он еще невод, да. Невод ставит, ой, сеть ставит, невод. Таскает. Он вытащил и посчитал. А в сеть где ты посчитаешь? А он где запутается? Там гвоздь кривой, мы вытягиваем, вытягиваем, порвали, бросили. И был один народ, евреи. У меня журнал приходил ко мне, еврейский журнал. Вот у нас огонек, смена, работец. А у них называется Лихаин. 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 Я говорю, а у нас еврейка была, я говорю, как она, Салабановна. Фаина. Да. Фаина. А? Фаина? Кажется, это, как я говорю, понимать. Она говорит, это как у вас кричат там, за здоровье, когда выпивают где-то, Лихаин. И там большая статья. Жиды, жиды, везде жиды. Еврейские журналы, ну, смеются. У них не смех, а смехащество. То есть они, Райкин, там, все это евреи. Вот такое дело. Рыбой назвал весь израильский народ. А какая рыба? Вот русская рыба. Так она больше всего на ротана похожа. Самопожирающая. Его застудили, русского человека. Он нажил опять-то за то же. Его не надо в Вороссе убивать, он сам себя убивает. Представьте, за 20 лет перестройки сабартировано, убито 120 миллионов. Вообще уму не посижено. И не надо никакой войны. А за войну погибло, за войну отечественную, 28. Каждый день писали, 18 тысяч убивает абортов. Герман Сергеев выступал, у него были новые сведения. Он говорит, 20. А за 9 лет войны в Афганистане было убито 14 тысяч 700. То есть меньше, чем за один день абортов. За 9 лет. А там и убивали, и стрингера еще только не было. И еще нельзя сделать. Я повторяю, только один человек знает, что делать. Один. Не просто знает, а сделал. Рамзан Ахматович Кадыров. В Российской Федерации и его область, Чечня, запретил делать аборты, преступления. Женщина как преступница, как убила человека. Василий Великий об этом пишет. Настолько ли строго, я не знаю, но факт тот, что он ввел в закон. И у него без платка ни одной женщины нету, когда заседание идет. У нас ни одной нету в платке. Та же Российская Федерация. У него закон такой, по закону разрешается. А вот тут, что не израильский народ. А все равно же единицы какие-то были, из чужих народов же прилеплялись к израильским. Как-то уверовали же в ветром завете. Ахиорда, считаем мы, когда иудей пришел, они принесли его. Кому она голод отрубила? Алаферну. А? Алаферну. Алаферну. Ну или Луф, она же тоже была в этом. Это Луф, это другая, это мавитянка пришла, родила ему. Про бабку. Нет, я говорю про то, что она тоже была, по сути, не верующая, язычница и как бы... Она верующая, но язычница. Язычница. Она сказала, мой Бог, мой Бог. Вот, то есть она поверила, значит, в Бога или как сказать? А это нет, он обрезание принял, язычники были, принимали обрезание, но они отдельно стояли где-то, которые приходили. То есть закон был, закон. И они его крепко держали. И что интересно, вот если взять сейчас, ну, со времен Долида, какие произведения в мире, которые все нации перепечатывают, нет. Такого ничтат нет, так не может быть. В Америке инки были, какая империя сильная. Ни одной песни не осталось. И ничего не знают, почему они покинули города, города заросли, ничего нет. Эту еврейская, вся история. Абрам, как вышел, Исаак посол за невесту, поехал, или азарт. И она сидела за верблюде. А когда она увидела, говорит, да кто это? Это господин твой. А он вышел поразмыслить. Поразмыслить, то есть поговорить с Богом. И в это время увидела, она сразу поражу раз на лицо, соскочила. И она не ломалась, ничего. И спросили, пойдешь? Я говорю, пойду. Куда пойду? Не знаю, кто такой жених. Косолапый, криво, косоглазый, нет. Да, видать, лишь бы сбежать с дома, нет? Да, лишь бы с дома сбежать. Конечно. И овечки надоели уже. Постоянно пасти овечки. По их-то их. Они еще долго езжали седло. Когда я потом уходил, она вообще-то села, и там леет, знаете, на седло. И под ней, я прости меня, я сейчас не могу ссать, у меня обыкновенная женская. Я сама под себя еду положила и села на них. А я как все разобрался, похоронил этих идолов по дому. А сегодня, кстати, те факты, они дорогие. И вот так сохранилась Псалтыч. Сохранились притчи Соломона. Один народ на вселенной, который сохранил все. Бытие, исход, стихи. Ветхий Завет есть. В мире нигде больше этого нет. Три тысячи лет назад. Да к Ниеме, да Сезаре-то намного раньше были. Мы должны еще сюда добавить. Почему? Потому что великое преимущество быть людей. Ибо им вверено Слово Божие. Не в том, что они богатые. Не то, что дружные. Слово им вверено. И они его сохранили. Вот у нас что-то где-то изменения там. Ну, мало ли еще бывает. Они нет. За каждую букву. Вот когда переписывают, у них определенный порядок. Вот те сетюды, отец Геннадий Фас написал. Вот еврея выбирает, он должен быть чистый. Ничего нигде не было, чтобы истечения из него. Вот ему дают бумага какая. Телящая кожа. На пергаменте писали. Дальше он был писать. Строчку написал, а которую переписывают. На каждой строчке написана цифра 54 буквы. И он у себя пальцем считает 54. Если его проверять будут, а уже пишет второй год. И у него нашли три ошибки. Все, больше проверять не надо. Этот сверток сжигается. И как он пишет тогда? В это время слово Бог пишет. А не пишет Б-Г. Какое имя Бога, чтобы не произносить. И в это время война там подошел, царь его заявил. Он не должен, пока не закончит писать. Напротив каждой строчки количество букв указано. А то они изменили. Вы думаете, что говорить? Как изменито? Они следили за этим. Да даже не так. Господь говорит, я бодрствую над словом Моим. Бодрствую. Ничего нельзя изменить. Ну вот как раз вопрос тогда получается, что вот именно Бог сказал, что я бодрствую над словом Своим. И вот говорят, вот там Библию перевели с Масаретского. Правильно, неправильно. То есть, если Бог сказал, что будет бодрствовать над словом Своим, значит... А Масареты кто это? Ну те же евреи, только они своего угоду там якобы что-то изменили. Это блюстители Библии, наоборот. Все перевернули так. Мозги свихнулись от ненавистики евреев. Называется иудофобия. Ты будь благодарен. Вот мы молимся о мире. Первым делом мира Израиля, а потом России. На первом месте. Бог так сделал, не мы. Радословно Иисуса Христа. Я разговариваю с одним. Я говорю, что мы евреи, евреи, жидовский Бог, шестокий. То ли дело наш, вот Иисус, я говорю, от Богородицы родился. А она кто? Ну кто? Русская. Богородица русская. Как она русская-то оказалась? Она, может, и даже в то время-то и России не была. Она была еврейка, чистопородная. Мне однажды один брат сказал, Никола чудотворец. Так это ж наш, наш святой. Я говорю, как же наш святой? Причем верующий сказал. Говорит, ну, я говорю, да Никола мирликийских лир чудотворец. Да? Ну ты какой-то там, кто в Турции. Правда, я что-то не подумал. Город так называется, мирликий. Вот мы должны все это услышать и быть благоговеренным. И никогда, нигде не присоединяйся проклинать народ Божий. Проклинающий тебя Бог сказал, будет проклят. Еврея благословляй. Так он, тебе рассказать? Я издаю книги христианские, а мне евреи помогают. Да непростые явления. Приехал главный банкир Алтайского края, сюда, в Барнаугу, потеряю. Подошел, посмотрел. Я говорю, что он деньги бросил вот в этот ящик. А который с павловской был, тот так посмотрел и бросил. Тоже банкир. Специально приехали встретиться. Понимаешь, Давид говорит, Соломон говорит, если пути человеку угодны Богу, то Бог и врагов его примиряет с ним. У меня еврейка-то хотела Фаина. Соломона-то. А если тот узнает банкира, как еврей, то я говорю, так я ему первую книгу дарю. Как? И он помогает? Помогает. Он приехал мой в Баграде в нашей гулянии. Он очень хороший человек. Я только сказал, мне надо покупать книгу завтра. Нету, сколько не сказал. Он залез в шкаф, там что-то копался. День рождения был. Вытаскиваю. Я тоже не стал считать. Думал, посчитал. Года 50 тысяч. А мне и надо было 50. Вот Бог как делает. И мусульмане, и все. Все старались помочь. Это невозможно. Сколько надо было денег, когда ждать Бог во всем. У тебя об этом сегодня говорят? Дальше. 15-19. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру. Симон Иоанн, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему. Так, Господи. Ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему. Паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз. Симон Иоанн, любишь ли ты меня? Петр говорит ему. Так, Господи. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему. Иисус говорит ему. Паси агнцев моих. Иисус говорит ему. Упаси агнцев моих. Истинно, истинно говорю тебе. Когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припоясит тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Так как обет имел у него цель, то он вручает Петру попечение об овцах всей вселенной. Вручает попечение не иному кому, а ему, во-первых, потому что он был избранным из всех и был устами всего лика апостолов. Потом для того, дабы показать, что он должен иметь дерзновение, так как отречение его заглажено. Об отречении не вспоминает, не порицает за он, а говорит. Если любишь меня, позаботься о братьях и докажи теперь ту горячую любовь ко мне, о которой ты говорил, что готов и умереть за меня. Трижды спрашивают его, частью для того, чтобы показать, что он столько заботится о верующих и столько любит своих овец, что попечение об овцах его служит признаком любви к нему самому. Частью, троекратным вопрошением и исповеданием врачует троекратное отречение и словами исправляет падение, бывшее на словах. От сели произошел обычай, от желающих креститься, требовать троекратного исповедания. После первого и второго вопроса Петр призывает в свидетель его самого, знающего сердца. Он уже не надеется сам на себя, не отвечает с поспешностью, но всякий раз прибавляет, ты знаешь. С поспешностью. С поспешностью. Я люблю тебя, как мне кажется, но прибудет ли моя любовь на последующее время, это ты знаешь. А я не стою сам за себя. Господь, сказав Петру о любви к себе, предсказывает ему и о мучении, которое он претерпит. Говорит это с тем, чтобы показать, что если он спрашивает его о любви, то спрашивает не по недоверию к нему, но по уверенности, что он любит. Ибо как не любит тот, который будет и замучен за него. Спрашивал для того, чтобы более обнаружить любовь самого Петра и всех прочих, научить, что если мы желаем любить его, то должны доказать любовь к нему по печеньям о братьях. Как же предвещает ему мученичество? Слушай, когда ты был молод, то припоясывался сам и прочее. Так как, говорит, ты любишь меня и не раз обещался в опасностях за меня положить душу свою, то будь спокоен, я исполню твое желание. Так что, чего ты не потерпел в молодости, то потерпишь в старости. Напоминает ему о прежней жизни, дабы показать, что духовное с плотским находятся в обратном отношении. В житейских делах полезен молодой, а состарившийся бесполезен. В духовных делах, напротив, подвиг блистательнее тогда, когда наступит старость. Говорит, это с целью возбудить его любовь и воспламенить к мученичеству. Намекает ему и на то, что и он будет распят. Ибо слова «прострешь руки твои и другой припояшь» указывают не на иное, что как на простертие на кресте и на узы. Словами «когда ты был молод» и опять «а когда состаришься» показывают, что Петр тогда был не молод, не стар, а совершенный муж. Для чего Господь сказал ему, что другой припояшь и тебя и поведет, куда не хочешь? Хотя Петр желал мученичества и желал его пламена, но слова Господа указывают на сочувствие нашего естества к жизни и на то, что душа неохотно разлучается с телом. Ибо Бог так устроил и устроил на пользу, чтобы мы не убивали сами себя. Посему-то никто, хотя бы и свят был, не отлагает тело бесстрастно. Евангелист по обычаю своему в объяснении слов присовокупляет. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Иисус говорит, сказал Петру, «прострешь руки твои и прочее, давая разуметь, что он потерпит за него мучения. Смерть Петрову называют славою Божию, потому что страдания за него до смерти поистине есть слава Божия. Ибо если душа не убеждена вполне, что он есть истинный Бог, то человек и не умрет за него. А посему смерть святых есть подтверждение славы Божией. Иной, может быть, будет находить различие между названиями агнцы и овцы, между словами «питать» и «пасти». Под агнцами, может быть, разумеется, начинающие, а под овцами более совершенные. Итак, кто любит Христа, то должен иметь попечение об агнцах и об овцах. Должен питать агнцов, то есть иметь над ними надзор более простой, и пасти овец, что указывает на высшее руководство. Иногда, впрочем, и совершеннейшие нуждаются в нежном попечении, и приставники овец должны кормить их. Пасти выражает надзор более строгий, а питать более нежный. Что же мы воздадим Господу, который так возлюбил нас, что признакам любви к себе поставил попечение об его овцах? К примеру, в книге написано, ко мне на дом приходили священники и говорили, как исповедовать, а что спрашивают? Вот исповедование, мы видим, говорит, что я еще не даю. Но почему вы главного не спрашиваете? Считает ли он Библию ежедневно, евангельно? Ты спрашиваешь? Нет. Вот Алферов Тимофей говорит, когда ты вызвал на покаяние бабушку причастить, заходит, ты на перстый крест у тебя, священник, спроси, баба, вот это кто изображен на кресте? Ну, один раз-то ты можешь спросить-то, и ты поймешь, что до кого ты причащаешься. Только причастись, и все, брать. Желаю, там, не выскажешь, как, до последнего дня. Если твое я при тебе, а обиды разные идут, твое я не умерло, это первый шаг. Отвергнись с себя, свое вора, растопчи его. Тебе разницы никакой нету. Хвалят тебя, поносят тебя, ты христианин. И за все благодари. А сам подумай, правильно или неправильно, неправильно. Поблагодари за намерение, Златоуз говорит, за намерение, что тебя. А если это правда, обними да поцелуй. Но ведь нет ни этого. Ты наиспоедини, спроси его. Считай, нет, теперь посадок. Еретики знают, а мы не знаем. Ты спроси. Когда ты, баба, обратилась к Богу? Ну, то есть ты ничего не услышишь, она мыща только будет. Она не знает. Когда у тебя было рождение свыше? Рождение свыше, это главное. Кто не родится свыше, он не может увидеть царствие Божие. Он даже на мытасах не проходит. Так я ходил, причащался. Не про это речь идет. Третья глава Евангелия от Иоанна. Надо бы на тебя родиться свыше. А как это? Будучи взрослым, утром и матери зайти. Больше о рождении никакого понятия на жене. То есть сектанты имеют понятие. Вот он приезжает. Вот, допустим, у нас батюшка 20 лет. У них три года. Поставили. Называется тресетер, но они никто. По ихному там избранный там где-то. Николай, сколько? А я скоро уезжать буду. Я говорю, а почему? Я у них был. Говорил слово. Давали. А у нас такой порядок, чтобы дружеского такого не было. Я дорогой другу там. Чтобы я был для всех одинаковым. На мое место. Решил, повернувшись на том, где кого-то убрали. Я заново должен пройти по домам. Я всех знаю. И у них прямо. Если вам тресетер считается, повторяю. Он вместе должен посетить примерно в месяц 71 дом. 71. Да у нас священников разберем. За всю жизнь 71 не посетил. Вот она, бабка, шепчет. Узелки навязывает, в Богородице считает, лечит. Я сказал, это нельзя делать. Он затаус говорит. Ты умри, но не делай. Эти бабки шепухи называются. Отец Семен сам ребятишек у меня лечил. Я пошел к отцу Семену. Титов фамилия его. Отец Семен. Вот бабка так затаус говорит. Ну что она сдурела, что ли? Я в ней ни разу не был. Я каждый раз говорю, не делайте этого. У нас два врача. Болен, пусть призовет при свите ров. И помолятся одним, помазав елея. Если согрешил, простится. И второе, не пренебрегай врача по надобности в нем. Ибо одной раз, и в их руках бывает успех. А согрешающий, да впадет в руки врача, он будет резать тебя, прижигать там. Это мы сегодня привыкли. Раз ему наркоз, не знаю, пилят его что. А раньше-то не так было. Бузина, из бузины масло делали. Масло. Его разжигали. Кипятили, и масло булькли. И на рану лили кипяток. Даже вообразить нельзя. Это во времена Пирогова. Севастопольская осада когда была. А сегодня еще в рот сунули. Дальше я не знаю еще. Он качнул только тебе туда, что надо. И они настаивают. Борода мешает. Мне говорят, борода мешает. Я говорю, а как она мешает? Ну у нас шланг такой, и в рот вставляют. Я говорю, вот. Ну и все, поставили. И вот только в рот поставили, только глубже дыши. Я говорю, больше я ничего не помню. Вижу я в лагере. Солнечный день. Где у меня скамейка большая. Сидят ребятишки. Какие-то светлые-светлые. Молодые люди, красивые такие, подходят. Им что-то дают этим. Я ничего больше не помню. Я в лагере был. А когда пришел в себя, гляжу, врач стоит. Рядом ногу мою щипит. И слышишь или нет? Потому что позвоночник. Операция была. На позвоночнике там все нервы. Маленько погодя, гляжу. Делегация какая-то. Губернатор края. Не ко мне пришли. Он просто показывал Суриков немецкой делегации. А я в это время в реанимации лежал. Ну, нога чувствует. Я говорю, слава Богу. Слава Богу. Они боялись, что, может, перерезали нервы. Тогда все, я уже. Ты за все благодари. И за врача. Согрешающий пойдет в руки врача. Так написано. Я-то вот огорчил врача своего. Со мной возились. Но по-другому я не мог. Я всем говорю, я виноват, но по-другому я не мог. Раз я встал, у меня не болит. А что же я порезаю теперь? Под нож. Глаз резать хотели у меня возведоваться. Давай. А это можно вот тут вот в толковании? В житейских делах полезен молодой, а состарившийся бесполезен. В духовных делах, напротив, подвиг блистательнее того, когда наступит старость. Ну да, опыт. Ну а кто поет так? Мои года, мое богатство. Это какой причал? Кикабинцы. Кикабинцы. Мои года, мое богатство. Где ты думать только будешь, одни не надо, я тебе скажу. Это делать не надо. Вот это надо. Почему опыт? Я могу привести много примеров. А куда ты работаешь, понимаешь? Стар, я не хочу. Сегодня я упал с велосипеда, заломил руку и ногу. Одновременно мог переломить и руку, и ногу. Володя подскочил на меня, вызволил. Разворачивался в своей ограде, а там железки. Ну и рухнул. Вот хожу на ногах, как будто костыли какие. У меня никакой мягкости уже нет. А раньше я ходил, я мог пройти ни одной, ни один стучок не задену, как тигр. А сейчас идут просто, я знаю, что вступать надо. И чувствую, как шаг отдается где-то в спине. Как будто бы у меня там железо какое-то. Он так и говорит. Молодой не ходит. Зато молодой переказан. Подвиг блистательнее тогда, когда наступит старость. А что блистательнее? Блистательнее, то есть совершение. Когда уже всякие... Нет, у тебя не смущает ни то, ни другое. Тебе не надо ни жениться, ни хозяйства, ничего нет. Ты готовишься к небу. Что ты мудростью, как бы своей, в смысле... Конечно, ты не жениться. Поступки твои. Я сейчас скажи. Вот, одни от меня, все, чем я занимаюсь сейчас. Что я буду делать? Я сейчас на них был. Почему мне лучше-то стало-то еще? Во-первых, я от всего отошел. Утром, ночью встал, помолился. Пост у меня идет. В день я 7 раз становлюсь на молитву. Здесь-то я не могу. Что-то бегаю, сущив, помогаю. А там ничего нету. Вышел в баграде, покопал картошку там. Опять зашел, опять помолился. Телефон не работает, интернета нет. Да, самое главное, что интернета нет, да? Прекрасная жизнь. Еще бы. Так у меня интернет не просто. А может быть, близко к 100 тысяч часов проведенной. Это ужас. В среднем 4-16 часов ежедневно. Вот сегодня я начал 15 минут первого. В 15 минут первого я уже выставляю материалы, которые пришли. Дальше начинай ответ. Я вижу ваше окошко. Я вижу ваше окошко. Первый час уже горит свет. То ли ложился, то ли нет. Потому что люди живут. А там пришла. У нее такие непорядки. У нее страх, у нее ужас. Я сама не знаю, еще в обморок падает. Не пойму, врачи обследовали, все нормально. Геннадий Тихонович, у вас в жизни было такое? Я говорю, было. Вот я сижу в Искитине, где Александр Иванович Устинов жил. А она Эвелита Григорьевна. И у нее семья. Построили дом. Сын 18 лет. По небрежности на работе убивает его. Бащу стали там поднимать. Бащу-то. И она опротилась. Машина об асфальтной. 18 лет. Мужа на операцию. Простая операция. Зарезали. Гриша летит в петлю и его вытащили. Дочь вышла замуж. Уехала в Болгарию с офицером. Сын женился, взял сноху. Житя это такая лютая сноха. И она уехала, все бросила. Эти уехали. И нам в огромный дом. Я один. Я и Дуся, сестра моя. Дуся слышит. По потолку кто-то ходит ночью. Стены там колышет. Я на работе. Приду ночью. И вот когда Дуся уехала, я один совершенно. Сижу, занимаюсь. Златоусы считают. Трехтомник у меня. Считаю. И в это время как будто кто-то сзади. Как будто. Я не обращаюсь. Подходит. Я чувствую, что у меня вот так вот волосы, кажется, поднимаются. Холод весь отдал меня. И как будто я голос слышу. Я сейчас так сделаю. Ты с ума сойдешь. Ты ударишься в окно, полезешь. Что делать? Я вот так стул назад и на колени. И начинаю молиться. Просто молитва. Не встану, пока Господь не наведет. Иногда за вечер раза три подходит. И наконец-то. Я ложусь спать. Свет не выключай. Я сейчас такой ужасный веду на тебя. Ты выскочишь в окно. Я сразу свет не выключаю. Секунду. Одной минуты даже нет. Я уже мертво сплю. Уголь, брат. Сарай далекий. Включи свет. Иначе с ума сойдешь. Я везде свет выключаю. Все в темноте теперь делаю. Я ему ни разу не уступил. И уже прошло полвека. Еще нет. Все. Навсегда победа. Вот однажды я спал. Проснулся. Пять лет был. Ну вот такой вот. Глянул он там. А там черный на полу спал. Огромный такой. Где-то я как закричал отец. Где он был, я не знаю. Подошел. Чего ты? Ужался. Чего? Я говорю. А вон черный. У меня отец. Света-то не было. Потащил, пощупали. Там двухведерный. Мать поставила чугун с картошкой. А я днем видел, как отец заряжал патроны. Без трубья. А рядом овечий. 1200 овечий пасет. Он меня взял с собой ночью. Так, сынок. Там видишь, ему как стреляют в ружья. Я нажал. И все мои страхи были расстреляны. Больше никогда никто не подошел. А отец. Ни одного класса не было. И как он это все знал? Как подойти? А не так. Ребенок боится. Давай мутри. Теренький такой свет. Чтобы только светло было. Нет. У нас сделали даже так. На кладбище днем что-то положили. А ты ночью сходи в полночь. Возьми с кладбища. С могилой принесли. Боялись в бане мыться. В темноте. У меня брат один был. Мы в бане идти. Но не свет одет. А он один. Зашел туда. Ну ему уже лет 10 было. А у него с тобой это. Что-то я не знаю. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Заходим. Нужды нет. Один сидит там, поет. В бане. А ты ночью пойди. Мимо кладбища. Ты увидишь как огненное пляж. Это говорят испарение. В косморо идут. А ты ничего. Встань, помолись. Я когда с вокзала шел, всегда молю. Шел через кладбище. Раз, другой остановишься, помолишься. И еще нет. И вот она мне пишет. Я ей должен ответить. У другого другой вопрос. Большая беда. Слышилась такая. Подняли все. Все до одного. За то, что я ношу платок. И напали-то на мою жену. И теща напала. Ходит в церковь. У священников матушки. Все без плотка. Понятно? А если бы все-то ходили, как у мусульманов, этого бы не было. И на работе, и все-то ты с ума сошла. Ты платок-то сними. У нас одна, Валентина Хапилина, здесь крещение принимала. Вернулась. Казахстан. Кажется, что мусульмане. Ну, там уже такие порченные. И с работы, с оплатка. Кем она работала? В банке. А теперь ушла куда? В детский сад. И оказался еще выше. Вот у нас следующий крещение принимал. На работу приехал. Он работает в аэропорту. Людей провожать. В Казани. Вячеслав Семенов. Начался вызван городом. Надо культурно, подрезать надо. Он говорит, я не могу, я христианин. Увольняйся. Кстати, а? Да за него восстали. Это уже сколько? Ну, уже два месяца. Уволить не могут пока. А вот доступ идет к людям. И ванкеля раздавал. Он агитация занимается, то другое. Я официально делаю. Можно один случай рассказать. В интересном случае рассказал. Паскай, по занятию шли. Он говорит, как-то это... Все мужикам за свидетельством на работе. Ну, говорит, еще стою, говорит, как-то одно время, говорит, заучил местописание, говорит, думаю, кому бы еще. Ну, вроде всем засвидетельствовал. Смотрю, там новая сотрудница появилась, какая-то женщина. Ну, я так на ее посмотрел. Да ей, говорит, тоже ничего не надо. Там большинство, говорит, никто не принял от меня ничего. Ну, и стою, говорит, так, занимаюсь, заучиваю. Она подходит рядом, стоит, а потом говорит, вы, говорит, куда-то в деревню, где-то ездили? Я, говорит, так и опешил, какую деревню. Поворачиваюсь, начал с ней беседовать. И оказывается, она уже месяц смотрит наш видеоканал, говорит. А как узнала? Она, говорит, когда его увидела с бородой, начала у всех спрашивать, а чем с бородой-то? Ему рассказали, он, говорит, полусектант с бородой. Полусектант? Да, полусектант. Все, и она все это начала узнавать, нашла в интернете-то все. И сама все начала смотреть. И вот решила с ней познакомиться, подошла. Вот такой секретарь. У меня опыт. И что за него нашлись юристы, которые там, это, я не знаю, это то ли она в Америке или где. Хорошо закон знает. И за него на работе юристы. И начальство представили. И пока откатили от него. А он работает, у него доступ, там же татары много, с мусульманами, с бородой. Он говорит, я больше альтеритета имею, еще другие. Меня слушают, где еще не надо там в самолет садить на этом. Это очень ответственная работа. Он приезжал, отец с ним вместе, крещение принял, и жена. И она поняла с тещей, говорит, убеждал, убеждал, вижу бесполезно. Остается, говорит, только пост и молитвы. А ее там поддерживает священник, теща. И она его, теща, с тихой, говорит, поеду к ней сегодня разбираться. А отец пьет и говорит, потерял я дочь свою, а думал, приобрету зятя. И плохо относятся, хорошо. Это сатана искушается. Все на этом, да? Ну да. Тут несколько вопросов надо. Можно мне вопрос? Игнатий Тихонович, вот вы сегодня насчет свечей сказали. А свеча? А свеча. Но дело в том, что свечи эти делаю не я. Я их купила и принесла Богу в жертву. А Бог видит, какая у нас свеча. И кто за это виноват? Ты виноват. Нет. Я не виновата, я ее не делала. Если так подходить вопрос, если человек сказал, что это восковая свеча. Хорошо. Приглашает в гости. Пойду, я пойду. Тебя кормят, ты могла же спросить, кто что едят? А она не спросила, я вот. И когда следователь начал говорить, теряются люди, а не двое, муж живой, бомжи. Они девочку заманяли шестилетие, там пигалка где-то, потом все обдирает мясо, убивают и кормят. В холодильнике все человеческие мясо набиты. Но я не виновата. Их прямо у следователя в кабинете вырывала. Это не ответ, ты никогда не бери. Я никогда незнакомого человека не возьму. С города арбуз привозят, я никогда ездить буду. Никогда. Ну, я не тихо научишься. Ты слышала? Нет, я не согласилась с вами. Ну, ты делал так, я делал так. У меня ошибки никакой не будет, вопросов нет. Это тогда у нас из храма выбросить, из свечи, которые батюшка ставит. Если ставят, я не знал про это. Ну, как не знали, а откуда он-то берет? Он не сам их делает. У нас выливают, вот батюшка по его такими кругами, там, сетерами покупает. И отдает, и там льет свечи. Я видел сестер. Где? Параули. Он, Нина, ему привозит свечи. Какая она? Шадрина. Уже! И там же и я... Нет, я просто сам, я ему сам привозил. Не знаю, он привозил, он руководит, сам и бил. Это просто все с одного места. Я батюшке сам привозил свечи. Везите тогда нам чистые свечи, я буду покупать. Уже! А где их взять чистые? Если куда не пойдешь, и везде, как вы говорили, я рассказал. Где? У меня сфотографировано, дома, не на кухне, у Татьяны и билет свечи. Да сейчас уже нет. А было бы неплохо, если бы кто-то занимался этим, да, вот из твоих. Я знаю, что раньше занимался этим, я вот, я не знаю, Вовка долгов будто бы. Ну, так сейчас и нет этих людей. Так, спокойно, стопроцентная гарантия. Ничего, только растительным маслом трубочки смазывали они, или... И воск. Все как надо сделано. Где брать? Нам брать не надо было. И пачку батюшке приведут, и там аромат, как на пасеке. И эти тоже дохраны. Я не знаю, я не знаю. А не знаю, я просто возьму. А так у нас, значит, и лампадки нельзя зажигать, потому что неизвестно, как... Я еще раз говорю. Не знаю, я не буду за стол садиться. Зачем это мне нужно? Если я боюсь. Николаевич Емушество нигде за всю жизнь никогда не обедал. Куда не поедет, ему просто не все запечатанное лидер присылали. А советский уперед. Он один лидер. Страну привел, чтобы долго не был. Ни копейки не должен за рубеж. Всеобщая экономия сделала. Его расстреляли. Так, мамарах отдали. Из-за электрищи. За ребенок родился, кажется, 50, что ли, тысяч долларов на книжку. Любому. Суду брать беспроцентную. Электрищи-то бесплатно. Его убили. Так вот, правило, там, 40, что ли, лет. Одна из самых высокоразвитых стран. Свою валюту решил делать. Убрали. Ты, маленько, там, люди еще в мире делаются. Никогда. Ну, вот, когда вы поставьте этот вопрос для себя. Кто там у вас делает? Привозите нам свечи. Люба, у меня никогда вопрос не возникает. Почему я никогда в эти дела не лезу? Они ставят свечи, сколько надо. Ну, хоть один ставит, у нас никто не ставит. Никогда. Пачка лежит у батюшки. Он вытащил, Севастян поставил, все. Догорело, помигало, погасло. Следующий у нас аварка нету ни одного. Ну, с батюшкой уезжает, он тоже свечи оставляет. Ну, у меня точно те же самые. Так, я ответил. А если тот человек, у которого, например, мы берем, ну, например, просто, и вот он уже там собрал, например, на мне есть какая-то вина или я же мне брал? Ты для Бога не сейчас жал. Не, не, он сказал, что у меня все четко, все, я беру. Он сказал. Да. Но под этим мясом продают человечину, еще раз говорю, человечину. Как надо проверять? А, слоп собак. На экспертизу сдать? Я для Бога принялся. А для Бога, значит, вот она сидела сидит. Она курить знала, как колоть, другая не верила, у нее не верила, она узнала, как у киргизов, у мусульманской. Так кололала, у нее правильно. Я правильно говорю? Нет? Вот она сидит. Надо узнать. Просто надо узнать, если какой-то человек делает, то есть самому узнать, на экспертизу узнать эту свечку. Я понимаю. Мы спросили, нам сказали 100%. Наши свечи не текут. А это нет, они могут сделать что угодно, не текут, не трещат, но там добавки разные могут быть. Еще как и трещат, и текут. Нет, ну самый лучший способ, когда кто-то, конечно, из своих делает. Я для Бога жертву. Делайте, делайте. А зачем зажигать? Этот пришел за 15 минут, запалил все свечи. Зачем зажигает он? Зачем ему доверяете зажигать? Его Ииска благословил. А кто еще не налил еще благословлятельство? Ну не за 15 минут. Ты благословляешься, ты за 15 минут, он вышел в это время, что тут? Еще надо встречать сами друг на друга. Никогда не прикасаясь к никакой свечи. Я стою, им пришел молиться, они свечи зажигают. Батюшка поставит свечи, а зажигает, когда уже мы все в храме. И я тебе говорю, что рана не зажигает. Интересный момент такой. Просто в воскресенье увидел в интернете новости, листал так на телефоне. И там, значит, как блок новостей таких. И одна из новостей, картиночка маленькая, что-то меня привлекла. А новость такая, это ресурс Mail.ru. Значит, ВКонтакте у них, видать, своя группа есть тоже в Mail.ru. И пишут, что правительство какой-то выносит закон, что может у пенсионеров до 70% забирать пенсию. Ну, там, например, ты не платишь за свет, там еще что-то. Меня заинтересовала картинка. Я увеличил ее. Не говори, покажем. А, нет, а картинки у меня, ну там он. Ну, смысл такой. Новость-то как бы нашей страны, то есть всеобщая. А картинка, значит, сфотографирована Никитинский дом. Вот так вот отсюда забора еще нету. Надежда Васильевна едет на велике. И девочка бежит за ней. И девочка, это, видать, это, Сокольский хрен или кто-то. Там в двух платках все это. То есть на службу, видать, нет? Ну, там два платка видно. Что я увидел, что никто так не одевается-то. И так интересно, думаю, при чем здесь эта лупость, и кто-то взял эту картинку вставил. Они могут твою поставить, значит, она... Ну, один вышел, и... А почему у вас архиерей был, и нигде, и митрополит Сергий? И его имя ни разу не произнесли. Ну, врет. Снегов Николай. Когда мне кинули материал, я говорю, не Снегов, а Суртаев Николай. Успаля это, в горном Алтае живет, я знаю. Он везде цепляет, цепляет, цепляет. Я знаю его. Он такие пакости писал на меня. И теперь он, ну, не правду говорит. Ну, прослушай, ритургия вся записанная. Он Патриарх упоминает, дальше Илариона. Он с североамериканского и там, восточного, канадского Илариона. А я, как в это время, его упоминает, и все. Где-то три раза заслужил, Андрюшин. Примерно три, да? Да, да, несколько раз. А то ни разу не упоминает. И дальше начинает говорить. Когда вышли Батюшка Щаше, никто не кланяется. А второе вранье. Третье. А чего так мало народу? Ну, молодежь вся в городе учится. Старообрядцы не приходят. Ну, рабочий день. Да и все, это достаточно. То есть ему это не надо. Ему надо за что-то засыпиться. Но понравилось, чтобы Салтыр читался в английском языке. Он актис еще не увидел. Его когда разобрали, дело-то. А вот тогда сразу, который пишет ему Вячеславка. Он его, Вячеславу, фотографию взял и на свой листик поставил. Как будто это он говорит. Вот я еду с горки. Там у нас горка. И в Барнауле. Я на горке еду. Они показывают. Я на горке еду. А там траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом опять траля-ля. И я в запятки еду на горку, задом заезжаю. И это траля-ля-ля. Делают ролик, как будто там егод тот ролик. У вас, моим именем, моя фамилия, моя фотография стоит. А написано там всякие гадости. А сейчас все это можно сделать. Траля-ля-ля. И сделали там где-то в Южной Америке. Не знаю, где-то в Аргентине. Или вы где-то... Я сказал этому Виталию. Он стоит и с ноги вот так перекатывается. Я говорю, когда вышел, я говорю, ты знаешь, что это такое? Знаешь, вот так вот я сзади стою. А он стоит, вот там маленько подел. Вот так вот на носкил. Вот так. Я так говорю, откуда лихорадка у тебя? А как вы узнали? Я говорю, что? Да во время службы я все об муде думал. Да ладно так. Так они там в Америке взяли это дело. Не видно, кого где-то вставили. И берут мои слова. А блудная лихорадка. Как хочет там просто огромная толпа стадиона. Никого нигде не видать. И опять скажут, блудная лихорадка. Ну и мы же еще нету. Я сегодня сбросил материал тебе и тебе. Один и тот же материал. Ты можешь просчитать его? Надо посмотреть. Один раз просчитать. Где? Просто сейчас они... А, нам надо узловно просчитать. Дома мы просчитаем, конечно. Все. Очень интересный материал. Мой написанный 17 лет назад. 17. Для Волкова Вячеслава. Как, чтобы не хамить? Как воздержаться? И какие? 162 раза открыть берегу надо. 162 раза. Ты можешь найти. Очень... И сразу в интернете стали переписывать себе. Тут я себе это нашел, себе нашел. Ну, нашел, значит, исправляться уже можно. 162 раза. Это вот моя почта. В моем мире я скинул материал. Хорошо. Очень сильный материал, хороший. Там две норографы и сам Волков запомнил. Принял это вообще на себя. Насколько есть окова и стену, Вложите Тебу, Городицу, Приснула же, будь, выпринь и парочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую, без сомнения, Серафин, Без истинья Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу, Я величай. Игорь, помолись. Господи, Боже наш, за все славы Тебя. Благодарим мы Тебя за это тихое мирное время, за воскресный день. Исцели, Господи, подними от адраболезней болящих Алексея, Людмилову. Игорь, Господи Боже наш, Сохрани путешествующего, Протерея Акима, Возврати по домой в мире. Хвала Тебе, честь и слава На все веки веков. Аминь. Слава Тебя.